МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать необязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Не высказать. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com или с помощью бесплатного приложения RadioNVC. Народная трибуна в студии, как всегда, Anomi Sim, Олег Патлак, Анатолий Червец. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и все вы. Сейчас я немножко кому-то добавлю микрофона, чтобы всех было слышно одинаково, чтобы по-честному было. И все вы, если вы захотите принять участие в разговоре, телефон в студии 847-400-5200. Хорошая картинка такая вот на Фейсбуке. I heard shit hole. Такой возмущенный, дик, извините за рожение, дюрбин. Да. Не про нас будет сказано. Да. И Трамп такой, I said Chicago. И рыс. Ну что, по-моему, истерика продолжается. Становится понятным, почему, для чего затеяло, все это было затеяно, опять обвинить Трампа в расизме с тем, чтобы протолкнуть, ну это конечная цель, протолкнуть Даку. Шумер подвел черту, сказал, если вы докажите, что вы не расист, подпишите закон. Вообще, по этому закону тоже немножко нужно будет сказать, который предложили Линдзи Грэм и Дик Дюрбин. По поводу shit hole. Ну, по поводу shit hole, сказать вам честно, мне совсем не имеет никакого значения, сказал он shit hole или не сказал он shit hole. Но самое интересное, это то, что после якобы вот этого коммента, то, что Дик Дюрбин сказал, что вот президент Трамп сказал, что shit hole countries. Самое интересное, это то, что даже если бы он сказал shit hole countries, не было никакого значения, какие это страны именно. Как бы, какие страны попадают вот в это слово, да. Несколько дней после этого якобы коммент начались письма или там звонки от Африки, от Сауф-Африка, от Сауф-Америка, даже Батсуана прислала письмо и сказала, неужели вы о нас думаете, что мы shit hole country? Мексика, конечно, высказала свое, но они сами себя, прелесть в этом, это то, что они сами себя назвали shit hole countries. Есть такая пословица по-русски, на воре шапка горит. Вот это оно и есть. Значит, с чего началась истерика, все заистерили, причем люди разные, не только выходцы из shit hole country или там неважно как кто, а образованные люди, адвокаты и так далее, в том числе и в нашей общине, что, дескать, как можно в овальном кабинете произносить такие слова, то есть их это возмутило. То есть трахаться в овальном кабинете, это нормально, а сказать shit hole или там shit house, или вообще непонятно, сказал или не сказал, все упали в истерике, все, все, мир валится, небо падает на землю. Причем отношение мерзкое. Причем у нас в виду именно не то, что он имеет в виду какие-то страны, а именно само слово. Но вы на минуточку, товарищи, забываете, товарищи граждане, когда-то Байден сказал F-word. Да. Абсолютно, когда они протолкнули Обама кер. Да, и Обама сказал, что вот какое счастье, что мы в Белом доме можем использовать вот такую лексику, и все хорошо, и никто даже не заикнулся о политкорректности и каком-то дипломатическом уровне общения. Все это надумано, выдумано, придумано с одной единственной целью, заставив обвинить Трампа в расизме. И Чаки Шумер потом сказал, докажите, что вы не расист, подпишите этот законопроект. Я видел целый перечень выражений, принадлежащих бывшим президентам. Ну и что? Вот самое интересное в этом, ну и что, что он сказал это слово? Давайте вот так, скажем вот честно, кто, какой единственный человек, который слышал якобы это слово? Это был Дик Тербен. Там было шесть человек, если я не ошибаюсь. А там было шесть человек, да, которые сидели еще ближе к Трампу, чем Дик Тербен. Два сенатора сказали, что он этого слова не произносил. Да, а остальные сказали, ну мы не слышали, даже если бы оно было, мы это не слышали. И потом человек не выступал на публике. Вообще интересно, вот Нево Трамперы тоже включились вот в эту истерию. То, что Обама ляпнул Медведеву? Да. Это было нормально. То есть тут никаких вопросов не было. Смотри, Нево Трамперы, которые до того, как Трамп был избран, то есть относили себя к числу консерваторов, демократов и возмущались по поводу политкорректности, что мол задолбала нас всех политкорректность, уже этого слова не скажи, так не скажи, а ты не сделай, туда не сядь, туда не посмотри. И тут вдруг, когда Трамп произносит, и Нево Трамперы подключились, ну не все, но в значительной степени подключились к этому хору. Больше всех меня, то есть и связать вот это выражение шитхолл с расой, с расизмом, ну это надо так извернуться, чтобы вот такое придумать. Если нужно вообще подумать и сравнить Трампа с другими президентами, то, наверное, основное его отличие, это, как сказать, transparency, это открытость. Открытость, его откровенность, да. И вот из-за этой откровенности, наверное, он и подвергается вот этим нападкам, потому что вот Нево Трамперс, левый, они просто не могут принять то, что действительно вот президент стал такой человек, которому в принципе нечего скрывать. И это действительно так, потому что написана не одна книга и не одна статья о том, что в принципе Трамп довольно открытый человек. Да, может быть он не настолько поликорректен, но почему-то никто не обращает внимания на его действия, на успешность его переговоров, то, чего он достиг. То есть такое впечатление, что ненавистники, у них цель одна, просто втоптать его грязь, и они ждут, пока он в чем-то проколется. Вот они ждут его прокол. К сожалению, не к сожалению, я извиняюсь, к счастью, пока что проколы, это какое-то там условие, он не так сказал, или он не так взял стакан воды. То есть мы обсуждаем не Паласи, что он что-то делает не так, что вот что-то плохо в стране, что экономика стала падать, что он там подыгрывает Россию, он папит российский. То есть мы не это обсуждаем, мы обсуждаем слово, которое якобы он произнес. Мы Россию же тоже обсуждали столько месяцев и столько потрачено денег на это обсуждение о России. Мы обсуждаем не слово, мы просто обсуждаем то, что плывет к нам в руки, чем мы можем воспользоваться, чтобы как-то унизить Трампа, как-то его, ну в общем, короче, поставить неудобно. Возможно, чтобы путать даун. Это не было бы слово Шетхол, было бы что-то другое. Давайте попробуем принять звонок, мы всегда открыты. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну почему-то никого не возмущало, когда в разговоре с Обамой этот разработчик Обама Керк назвал весь народ американские идиотами. Тупыми. Да, тупыми, которые все равно ничего не поймут. Если мне память не изменяет, человек по фамилии Грубер сказал, что мы... Это было очень хорошо. Ну вы знаете что, вы знаете что, вот пока мы... Пока мы на другую тему не... Ой, не понял. Позвоните опять. Перезвоните, пожалуйста. А пока мы не перешли на другую тему. На самом деле, похоже, что Грубер отчасти был прав. Ну вы посмотрите, что происходит. Похоже, а вы помните Керри? Джин? Да, но Джон Керри. Джон? Вы меня правильно не поняли. Это значит, что вы идиоты, а я умный. Вчера было слушание, если вы помните, с секретарем хомлайн-секьюрити. Да. Допрашивали, пытали. И самое яркое выступление, как выяснилось, Кори Букер. Просто с катушек слетел. Человек, наверное, забыл принять прозак, и поэтому его так понесло, понесло, понесло. В истерике. И он сказал, что страна страдает. Люди до слез, до слез. Как можно было сказать такое слово? Кори Букер, который был в свое время мэром Нью-Йорка, если я не ошибаюсь. Нью-Йорк, да. Нью-Йорк. 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 Такая маленькая наркостолица. Те люди, которые когда были в Нью-Йорк, они должны понимать, откуда Кори Букер. Да. И он так возмущался, он орал, брызгал слюной, вытаращил голову. Глаза. Я вспомнил, как в 90-е наезжали быки. Вот с такими же глазами начинали. Только пальцы немножко по-другому. Кори как-то вот так, мизинцы загнули, а те делали внутрь, загибали пальцы. То есть вот такой бычок. Настоящий. Мы говорим о Нью-Йоркте, да? Нью-Йоркте, который сегодня, как то, что вы поставили на Фейсбук, где они говорят насчет давать какие-то программы или права... Создать целое агентство, создать новое... Да, не для легальных иммигрантов. Ну, как бы для... Для нелегальных иммигрантов. Да, нелегальных иммигрантов. И что это значит? Это значит, что легальные иммигранты, citizens, люди, которые имеют право там жить, которые платят налоги, которые вообще граждане, давайте скажем, Нью-Йорсии, Нью-Йорсианс, да? Они не имеют никакое значение. Это и есть shithole, я извиняюсь. Если ты не думаешь о своих людей, а наоборот думаешь про... Я извиняюсь людей, которые приедут, чтобы тебе только дать голос, чтобы потом ты можешь назнать еще shithole people. Вот это вот и есть. Но вы, я извиняюсь, я не видел, что поставил этот... Ну, новый губернатор, который принял присягу. Я видел его по телевизору, на факсе, я просто не видел клип, который ты поставил. Там был полный клип или там была только часть его? Потому что самые интересные вопросы... Полный. Полный, да? Да. Самые интересные вопросы так раздавал немножко в конце своего этого интервью, на которые этот человек... То есть вопрос звучал так. Скажите, вот за счет денег налогоплательщиков вы будете финансировать обучение в колледжах нелегальных эмигрантов. Как это поможет гражданам, которые живут в Нью-Йорк? Ну, что он сказал, что в дальнейшем, в дальнейшем, это поможет вот этим нелегалам стать более продуктивными членами нашего общества. А кто вообще сказал, что они станут... Что они вообще собираются. Что нет, что они вообще собираются, что их собираются легализовать. То есть он это сказал так, как будто это уже решенный вопрос о миграционной реформе, и теперь нам нужно их как-то подготавливать к следующему шагу. Ну, глупость. То есть смысл всего сказанного заключается в следующем. Не успел принять присягу новый губернатор Нью-Джерси, как заявил о том, что он создает новое агентство. Я должен сказать, что создание нового агентства – это миллионы и миллионы долларов денег налогоплательщиков. Это агентство создается с исключительной целью для того, чтобы помогать нелегальным иммигрантам. Обеспечивать их всех, юридическая защита, образование, финансировать их образование за счет нью-джерсийских налогоплательщиков. В общем, первая задача губернатора, как казалось, так же, как и президента, собственно, это безопасность и так далее. То есть благополучие твоих граждан. Первая задача губернатора Нью-Джерси – это благополучие нелегалов за счет граждан, за счет налогоплательщиков. Какое право у них вообще есть, у этих нелегальных иммигрантов? Нелегальных, я даже не буду говорить иммигранты. Они нелегальные люди, которые существуют здесь, в Америке. У них нет никакого права, чтобы голосать. У них нет права платить таксы. Они не платят income tax. Люди говорят, вот, они имеют свои бизнесы, у них есть такое, у них есть икое. Я извиняюсь, какие бизнесы у них есть, если они не платят на эти бизнесы таксы? Давайте попробуем принять саму. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, я просила, у меня вопрос был. Да, пожалуйста, просто слупится голосом. Кому предъявлены обвинения по делу, по урановому делу? Спасибо. Да, пока, к сожалению, еще до сих пор идет расследование. Но обвинение уже предъявлено по 11 пунктам, я не помню. Самому одному человеку, который... Компания, транспортная компания, которая занималась перевозкой... Да, то есть, вы понимаете, нашли такого бравого солдата-шфейка, перебросили на него все эти несчастья и дали пока что обвинение ему. Ну, будем надеяться на то, что все-таки расследование еще не закончено и... Раз предъявлено обвинение, значит, человек будет торговаться, будет что-то рассказывать, будет сотрудничать со следствием, наверное, и что-то новенькое расскажет. Да, добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам не напоминает это новое агентство, ну, агентство по помощи палестинским беженцам, которое узаконит нелегальную иммиграцию на всю оставшуюся историю Америки? Потому что уничтожить агентство, это вообще, ну, практически нереально, если его создать дух. Это действительно так. Спасибо большое. Это первое. А второе. Вы заметили вторую линию нападения на Трампа? Его сейчас начинают обвинять в том, что у него алзамер или деменция или что-то такое. Ему пришлось проходить тест, чтобы доказать, что он, как говорится, что он не верблюд. Ну, вообще ни в какие ворота не верблюд. Тест ему не пришлось проходить. Это его просто обыкновенный годовой чек. Ну, он это как захотел, но для того, чтобы доказать, что он нормальный человек, каким он, естественно, является, ему нужно тест проходить. Это какой из президентов проходил тест, доказывая свою нормальность? Спасибо. По поводу теста, по поводу, ну, это мы сейчас говорим о медкомиссии, которую прошел президент Трамп и доктор Джонсон, нет, Адмирал? Да, доктор Джонсон. Выступал, рассказывал, принимал, отвечал на вопросы озверевшей публике журналистской. Кстати, этот доктор, он был и при Обаме, довольно уважаемый человек, великолепный специалист. Извиняюсь, он начал при Клинтоне еще. Ты прав, ты прав, ты прав, абсолютно, да. Значит, и он заявил, что президент получил идеальный результат на проверке. Причем проверка предназначена для выявления неврологических нарушений. И Трамп решил это сделать, и причем он сказал, я настаиваю, чтобы результаты проверки были обнародованы. Значит, первое физическое обследование Трампа в качестве президента не было неожиданностью. Вот, отчасти растущего числа публичных вопросов. То есть, он постоянно подвергался каким-то нападкам, и постоянно возникали статьи о том, что он морально нестабильный, ментально и морально нестабильный. И, кстати, даже вот книга, которая вышла вот недавно, Fire and Furry, она утверждала, что даже собственные консультанты и коллеги Трампа, они подвергали сомнению пригодность президента к работе. В конце концов, Джонсон сказал, что здоровье Трампа было отличным, в основном нормальным практически по всем тестам. Ну, значит, физически ему 71 год, у него 240 фунтов вес его, что, в принципе, считается немножечко, как бы, он за чертой. Сегодня на CNN очень подробно. Они же заслали туда Санджи Гупту, кроме своих этих... Да-да-да, доктор Гупта. Кроме своих этих корреспондентов отмороженных, а еще заслали в доктора Гупту, который должен был все это дело раскрыть и, так сказать, вникнуть. И вот они обсуждали, и как Камерата, Элис, по-моему, Камерата сказала, «Поинт один не хватает, чтобы он был на границе овервейн». Овервейн, да, овервейн, да, чтобы... Ой, как они подробно разбирают? Ну, вот-вот 239 фунтов, это именно вот граница. Ну, он сказал, что у Трампа немножечко повышен холестерол, ну, они назначат таблетки, соответственно, чтобы понизить его. И скоро мы узнаем, что, оказывается, холестерол впрямую влияет на действия мозга и его ментальные функции. Значит, также он сказал, что Трамп, он хочет похудеть на 15 фунтов, и он будет смотреть за тем, что он кушает. Времени на физические упражнения, к сожалению, у него нет. Вот, а тест, который он проходил... А странно, да, потому что у Обамы было на все, хватало времени поиграть в баскетбол, со всеми теми, которые только он посчитал нужным. Да, а по поводу ментального теста, значит, этот тест, он так называемый монреальский когнитивная оценка, даже не могу выговорить это в словах, он получил оценку 30 из 30. Значит, тест описывается как инструмент быстрого обследования для легкой динсфункции, который фиксирует внимание, концентрацию, исполнительные функции, память, язык. Значит, Трампа попросили повторить список устных слов, идентифицировать изображения животных, таких как лев, верблюд, нарисовать куб и нарисовать циферблат, установленный в определенное время. Доктор Дженсон сказал, что президент сделал все великолепно и добавил, что доказательства, даже по собственной оценке врача, он сказал, что в том, что президент был очень быстро реагировал на все и никаких отклонений у него нет. Ну, естественно, тут же все эксперты начали кричать, что 15-минутный тест, он не является исчерпывающим и может не поймать всех пациентов с ранними стадиями деменции. Значит, доктор Бандили, автор книги «Опасный случай» Дональда Трампа, даже уже книги пишут по этому поводу, в которой выражается обеспокоенность по поводу психического здоровья президента. И в кратком интервью он сказал, что президент требует полной детальной нейропсихической оценки. Ну вот скажите, вот до чего уже мы дошли? Мы дошли до полного абсурда, который обсуждается уже настолько с точки зрения, по-моему, уже юмора и самой психиатрии, потому что люди, которые обсуждают вот эту тему, по-моему, сами нуждаются в психиатрическом обследовании и стабильности мышления. Это действительно как всеобщий психоз какой-то. Да, да, так оно и есть. Трамп, трамп-дрейнджмент синдром. Ну, давайте я вам напомню, что во время, когда вот они все делали свой, как называется, electoral tours, да, то, что они кампейн для себя делали, Трамп за день делал четыре разных городов, да, значит, он ехал в каждый город, там давал спич. В 71 человек может, настолько у него энергии, настолько у него стамена есть ехать и еще давать разные спичи в разных городах. А Хиллери Клинтон в Омарак падает в 9-11 мемориал. Я искренне удивлялся, я еще раз говорю, в начале избирательной кампании я не был большим поклонником Трампа, прямо скажем, но вот его работоспособность меня просто поражала. Спать четыре часа в сутки и работать 20, причем работать продуктивно. Да. Это, но я вам скажу, вы знаете, у меня, я пока ехал вот сюда, честно, я слушал Ивана Денисова в записи, да, потому что я его в понедельник не слушал. И вот у меня в голову пришла вот такая интересная аналогия, когда обсуждались именно вот эти вопросы по вот этому Trump derangement syndrome и так далее, то есть его стабильность, способность. То есть, вы понимаете, разобраться в этом, это все равно, что приехать в сумасшедший дом и пытаться объяснить, почему один больной бьется головой об стенку, второй, я извиняюсь, мочится в кровать, третий там смеется, ругается. Вы понимаете, то есть, ну как можно понять больного человека, если, ну, даже психиатры с этим бороться не могут. То есть, они ему могут дать какое-то лекарство и его просто погасить на какое-то время, но они не могут его вылечить. Поэтому то, что люди пытаются, вот эти люди, которые пытаются разобраться вот во всей этой ерунде, то есть, стабильность Trump, его психическое состояние и так далее, ну, это такие же больные люди, которые просто, у них своя агония, они в этой агонии продолжают биться и будут биться до тех пор, пока что-то не переменится либо в политике, либо в президентстве. Вот и все. Причем разные вариации будут, начиная с колужин, начали с колужин, Trump, Russia, колужин, потом, значит, abstraction of justice, потом, значит, treason, racism, расист, массажинист, хомазинофобия, и вообще, и вообще психически неуравновешенный, и по 25-й поправке Конституции от него, это не закончится никогда на всем протяжении, на протяжении 7 лет они будут это делать. Вот почему если Trump будет опять run for president in 2020, я буду первой, который за него буду голосовать. Понимаете, если вы помните, когда-то... Когда-то был фильм по Николаю Васильевичу Гоголю, назывался «Вечер на хуторе близ Диканьки». «Вий». «Вий» — это было его произведение. «Вечер на хуторе близ Диканьки». Да, но фильм был, назывался «Вечера на хуторе». И там был один момент, там, где собрались вот эти бабки, и кто-то им сказал, что вот кузнец оказывается там... Черт. Ну, что-то... Нет, не черт, что кузнец там вроде бы на грани совершения преступления. Почему? Потому что его там дочку что-то... Кто-то сватал и так далее. Ну, неважно. Факт того, что вот эти бабки, там их было четыре, они разбежались в разные стороны, то есть на четыре стороны света, и каждая из них кричала. «Я пойду скажу, что кузнец в акула...» Повесился, утопился. А вторая говорит, нет, а я скажу, что он утопился. А третья говорит, нет, а я скажу, что он просто сам на себя наложил руки. Вот это экзеквы то, что я представляю себе, когда я вижу и слышу вот эти все обсуждения по поводу его стабильности, его морали, его направлений, ну и так далее. То есть я думаю, что мы скоро еще услышим, что он оказывается... Я боюсь, что... Я боюсь, что твоего воображения не хватит, чтобы предсказать, какие темы они будут выбрасывать и что они будут обсуждать. Это правда. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление. Позачем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Ух, какие горячие, жаркие споры. Еще прежде чем мы перейдем к тому, что произошло на Гавайях, одно только замечание. Вот смотришь все эти слушания, которые проходят, и начинаешь понимать, кто из демократов в 2020 году будет раноться на президента. Чем оторваннее, отмороженнее демократ выступает во время слушания, тем больше шансов. Ну, это касается Хэрис, это касается Букера, Джили Брэнд. То есть вот, да, чем, и вот всегда понимаем, а вот эти люди, во всяком случае, будут пытаться избираться. То есть все, что они делают, это такой спектакль. Не попытка разобраться в сути вопроса, а некое такое выступление эмоциональное, со слезой, с криком, с гнутыми пальцами. Все, что хотите. Чтобы сыграть на публику, чтобы леволиберальная братва. Вот он, наш герой. Посмотрите, как он ей дал. Вот такого нам надо. Ну, единственное, на что я надеюсь, это все-таки к тому времени полосы, может быть, уйдет. А Чак Шумер все-таки достаточно. Он демократ. Он много вещей. Но он все-таки человек с мозгами. И я не думаю, что если будет как-то, ему позволено повлиять на это дело, что он выберет вот такого действительно deranged представителя, потому что это действительно будет конец демократической партии, как мы ее знаем. Но вот то, что эти люди будут пытаться, это 300%, потому что они это делают сейчас. Они зарабатывают себе политические дивиденды, на тот случай, когда они будут пытаться или... Ну, интересно будет посмотреть. Вообще-то возвращаю. Я сейчас вдруг вспомнил, как Линдси Грэм выступил на этих служебных. То есть человек представляет республиканскую партию. Ну, как бы. Да. Как бы республиканец. И он пытается объяснить, почему они предложили такой законопроект. Он, обращаясь к ней, к Homeland Security, говорит, вы понимаете, что такое leverage? Вот, значит, а если сейчас мы примем такой закон, который сразу решит проблему chain migration, который сразу решит проблему закрытия границ, который сразу решит проблему лотереи, отмену лотереи на визу, как тогда демократы смогут надавить, что ли, или что предложить, чтобы лекаризовать те миллионы нелегалов, которые здесь находятся? Блин, знаете, как вперед человек смотрит. Оказывается, все, что сейчас происходит, оказывается, весь этот булшит дико дюрбина был направлен на то, чтобы у демократов осталось какая-то, чтобы протолкнуть чистый закон Дака, а потом уже, вот если вы хотите реформу провести иммиграционную, давайте дадим амнистию вот этим 15, 20 или 11, ну, называются разные цифры, миллионам, тогда мы что-то сделаем. И говорит, ведь разумно было бы, посмотрите, маленький даунпеймент на строительство стены. Да, 10%. И все. И хватит. И все, все проблемы решены. А остальное останется как поддержка для того, чтобы демократы смогли продавить амнистию для миллионов нелегалов. Да, вот у меня вопрос такой. Я бы хотел быть, как говорят американцы, той мухой в комнате, когда разговаривали Дорбин и Грамм, чтобы услышать, что предложил Дорбин от имени демократической партии представителю республиканской партии для того, чтобы... А для того, чтобы пойти на эти условия, это раз. А во-вторых, вообще, вы себе представляете, то есть больше во всей республиканской партии не было ни одного человека, кроме как Грэм и Флейк, для того, чтобы представлять республиканцев... Представлять интересы партии и их точку зрения, их позиции. И их точку зрения. Это два таких Рина, Махровых. Да, ну это, вы понимаете, то есть это вот первое, что мне пришло в голову, из этих шести, которые там были, в этом комитете, который создавал вот эту идею. Вот Флейк и... Значит, из них три. Флейк, Дорбин и Грэм. Но это же... А ты не слышал выступления Флейка? Я, к сожалению, пропустил. Все выслушал. То есть сравнил Трампа со Сталиным? Значит, я вам скажу такую вещь. Да, да, это другой разговор. Кстати, тут же после его выступления ведущие сказали, ребята, ну сравни человека, то есть Трампа с человеком, который погубил миллионы и миллионы людей, это вообще глупости. Но я, когда его слушал, вот у меня, клянусь, я изредка, потому что я знал, что я смотрю, я знал, что я смотрю канал Факс. Я изредка поглядывал в левый нижний угол, просто убедиться, что там еще эта иконка Факс, потому что если бы он выступал на CNN, я бы это понял. Но вот человек, вы понимаете... Это была прямая трансляция, очевидно. Это... Да, нет, это была прямая трансляция, просто я думаю, вот так как он говорил, такое ощущение, как будто он выступал перед... Это было рассчитано на вот CNN, на демократов и так далее. Как человек, который 4 года просидел республиканцем в нашем, как говорится, government, как такой человек может пойти на... Кто бы он ни был, что бы он ни был, как он мог такую чушь, такой яд выплевывать на президента, причем абсолютно огульно, абсолютно без подтверждений, без ничего. Вот просто чисто, ну, пустые обвинения, причем злобные. Ясно же было, что это человек, который понимает, что он никогда больше не станет публичным чиновником. То есть у тебя сложилось такое впечатление, что речь ему готовили продюсеры CNN... Да он продался с потрохами. Наверное, скорее всего, что CNN ему пообещали больше денег за его книжку, которую он в дальнейшем будет писать, или publication, и вот он чисто отрабатывал свои деньги. Вот и все. Так, ну что, вернемся к Гавайям, то, что произошло. Это вообще было какой-то кошмар. У меня есть подруга, которая там была в это время, которая на Facebook поставила ее experience. Значит, что случилось? Конечно, в наших новостях про это не говорили очень много вначале, а им было более интересно shithole countries. Место говорит о том, что действительно случилось в нашей стране. Значит, 13 января, это Saturday, люди проснулись к такому alert. Я прочитаю его по-английски, то мы переведем его на русский. Emergency alert. Ballistic missile threat and bound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. Значит, что это значит? Это значит, что летят ракеты, ballistic missiles на Хавайи. Пожалуйста, находите место, где... Бомбоубежище. Да, бомбоубежище, чтобы спрятаться. Это не... Это не drill, как сказать drill. Это не тренировка. Это не тренировка. Значит, люди, которые к этому проснулись, были в шоке, начали бежать в бомбущее, там... Бомбоубежище. Да, найти, где, оказывается, гостиницы сами, которые существовали там, давали... У них должно быть бомбшелтер. Я буду назвать это бомбшелтер, потому что... Так удобнее. Да, так удобнее. Бомбшелтер, это бомб... Да, бомбшелтер. Значит, оказывается, эти бомбшелтер не все были готовы принять людей. Значит, людям говорили, идите, находите место в воде, чтобы вы могли как-то... Чтобы шок на вас не как-то... Не так вот среагировал, если бы ударила... Если ракеты бы ударили в гостинице или там в место близко, и люди 40 минут не знали, что делать. 40 минут люди звонили своим родственникам, своим родителям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам. прощались, прощались, говорили, я вас... Я очень люблю тебя, я извиняюсь за все, что я когда-то тебе сделала, я тебя очень люблю, я не знаю, если мы выживем это. И люди были в панике, не только уже в Хавайе, но люди, которые получали вот этот звонок. Это человек, который нажал эту кнопку, его только, как сказать, transferred в другой department, значит, ему никакое наказание не получилось за то, что он сделал. И самое интересное, это то, что государство Хавайи, там вот этот governmental system, не среагировал 40 минут сказать своим... своим людям, которые там живут, что смотрите, это было случайно, или якобы, они говорят, это было случайно, мы еще не знаем. Пожалуйста, не волнуйтесь. Оказывается, были люди, которые получили инфаркты. Один, вот, Fox News пишет, там, Hawaii woman claims boyfriend suffered heart attack. Она говорит, что ее, ну, boyfriend получил инфаркт за этого месседж. Я не знаю про вас, но я бы не знала, что делать, если на меня были телебаллистик missiles и нам сказали, что у вас есть несколько минут спрятаться или найти бомб-шелтер. Надо быстренько заворачиваться в мокрую простыню и ползти к направлению кладбища. Давайте послушаем, что думают. Это я слушала. Что думают наши радиослушатели? Добрый день. Я уже когда услышал, что в передаче смена кто-то нечего нажал кнопку, это вообще, конечно, такой маразм. Честно говоря, что есть определенная процедура, есть определенный протокол, и следователь, они все там пиздя, грубо говоря, извините за это слово, и в принципе они вообще-то непонятно, чем занимаются. Ничего-ничего. И работают люди, работают это первое. А второе... Он типичный государственный чиновник. Да? Ну, это не чиновник, понимаете, это не чиновник, это человек, в принципе, я думаю, это мирная система, которая работает, это не чиновник, это, в принципе, это отвечает, это человек, наверное, полувоенный, по сути дела, должно быть, потому что это не связано в принципе с чиновниками. Конечно, это не связано, вы абсолютно правильно говорите, почему? Потому что в Белом доме тоже есть красная кнопка, но вы можете себе представить, кнопка, которая ничем больше не защищена, и любой человек, проходящий мыло, может ее случайно нажать. Присел на стол просто и попал на кнопку. Сергей, если я случайно вам здесь нажму кнопку, которая взорвет вот этот офис, или я извиняюсь? оттуда уберу, лично. А, вы меня уберете? Значит, наказание... Ну не потому, что ты нажала кнопку. Не, ну подождите, но я вам скажу, что в принципе все-таки какое-то удовлетворение в том, что губернатор сказал, что он обещает, что такого больше не потребуется. Так они сразу после этого, они уже приняли протокол, где теперь будет понадобиться два человека одновременно, чтобы нажали эту кнопку. Потому что два этого ума не было. Теперь эта кнопка будет защищена. О! Так при чем здесь человек? Ума не было абсолютно у людей, которые этого человека поставили на работу. И которые, как говорится, заставишь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Значит, надо придумывать меры, которые предотвратят вот эту ситуацию. Знаете, есть такой, кстати, классный анекдот по этому поводу. Две секунды. Сидит... Но не больше, только две секунды. Сидит товарищ Брежнев у себя в кабинете, разговаривает, что-то там, объясняет, вытирает пыль со стола. Евдор говорит, о, а это что за красная кнопка? Бах, ее и нажал. И ему говорят, Леонид Ильич, это же ядерные ракеты. Он говорит, куда направлены? Как куда? На Америку? Ну и черт с ней, с этой страной. Понимаете? То есть, ну это же маразм, чтобы такая кнопка такой важности была абсолютно ничем не защищена. Она на стенке рядом с выключателем. Это такое идем, что он нажал эту кнопку. А вообще по поводу того, что его не уволили, а просто перевели в другой департамент. Уволить государственного чиновника практически невозможно. Потому что мы знаем, что существует профсоюз государственных служащих. Это вот... Потому что для того, чтобы его уволить, надо показать, что он неправильный, да, что он инкампетент. А если он знает полностью наизусть весь протокол государства, то есть правительство штата Гавайи, то за что его увольнять? Но случайно своей толстой попой нажал на очень важную кнопку, но это значит, что он компетент. Ну, бывает. Да, бывает. Худеет надо. Это у всех бывает. У всех бывает. Кнопки нечего совать туда, где им не должно быть. Давайте послушаем. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой коротенький вопрос. А вот университеты Плеща, это в основном правит учреждения. У них, они тоже участвуют в этом юнит, в профсоюзах? Или нет? Потому что я считала, что вообще-то говоря, все вот эти вот education institution, они все практически в программе профсоюзов. я не могу утверждать, но скорее всего они объединены в союзы. Скорее всего, профессуры и прочее, прочее, скорее всего. Что у них юниен? Да, я думаю, что у них юниен. что у них есть у всех юниен. Я тоже так думаю. В паблик скулу мы знаем точно. Паблик скулу 100%. Верховный суд будет рассматривать дело насчет именно этих профсоюзов, в том числе профсоюзов государственных работников. И поскольку он сейчас консервативный, он решит против них. И постепенно эти профсоюзы из-за этого развалятся государственные и в частном секторе. Это называется там right to vote и так далее. Но там не важно. В общем, с помощью этого решения Верховный суд это развалит. Я вам скажу честно. Это знаете как лес рубят щепки летят. Почему? Потому что в некоторых случаях быть членом профсоюза это абсолютно неплохая вещь. Почему? Потому что так называемые коллективные переговоры и коллективные решения это очень часто играет большую роль в том, чтобы получить лучше медицинское обслуживание, чтобы получить лучше то есть это действительно правда. Почему? Поговорите с членами профсоюза. Поговори со мной. Я был 6 лет членом профсоюза. Давай с тобой поговорим после эфира. В следующем эфире ты будешь по-другому говорить. Я же не знаю, что тебя плохо относились. А я вот поскольку я не являюсь членом профсоюза государственных служащих, а являюсь налогоплательщиком. Я выскажу свою точку зрения. Значит, переговоры, о которых ты говоришь, этот баргейн, получается так. С одной стороны, лидеры профсоюзного движения, которые требуют повышения зарплаты, пенсии и так далее, и так далее. С другой стороны, фрикен политик, которому на избирательную кампанию дают деньги эти же профсоюзы. Будет ли этот фрикен политик отстаивать мою позицию, мои интересы или этого профсоюза, который его купил с потрохами? Получаются переговоры односторонние. Вы поймите, о чем я говорю. Согласны. Поэтому даже ФДР в свое время, даже лидер профсоюзного движения в 45-м году или в каком-то там говорил, что государственные служащие не могут быть объединены в профсоюзы. Поэтому я сказал, лес рубят, щепки летят. Вы абсолютно правы. Поэтому профсоюза государственных служащих не должно быть. Убрать 100%. И не только кто-то заслужил. Ну, частный, так сказать, они и так 7% по-моему всего. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Еще раз. Вы посмотрите на Детройт. Это пример. Хорошо профсоюзы или нет. Все эти предприятия автомобильной промышленности были частными предприятиями. Профсоюзы их убили. В том числе. Согласен. Спасибо. Понимаете, они требовали все время только дай мне, дай мне, дай мне. И в конечном счете они оказались неконкурентоспособными эти организации. давайте скажем так. Это однозначно. Профсоюзы это плохо. Это временно хорошо, но в перспективе это плохо. Профсоюзы это школа коммунизма, как сказал Ленин. Это абсолютно верно. Я вам скажу одну такую неприятную для вас вещь. То есть погубил Детройт не так профсоюз, как абсолютная неконкурентоспособность по отношению к японским и корейским производителям. Когда-то, если вы помните, если вы в стране достаточно долго, была реклама по телевизору, которая говорила be American, buy в то время, когда американские машины просто разваливались. Просто разваливались. И когда японцы и корейцы приходили сюда и производили дешевые, легкие и практичные автомобили. Поэтому часть вы абсолютно правы. То есть это одна из причин, по которой наша автомобильная промышленность Но не причина, по которой Детройт развалился. А у нас ближе, я вам скажу, пойдите, пожалуйста, попробуйте поучаствовать в каком-нибудь шоу в Маккормик Центре. И вы узнаете, что такое профсоюз. Поставить розетку для телевизора будет стоить пару тысяч, если я не ошибаюсь. Там телевизор в рент ты можешь взять только здесь, а не там. Тоже будет стоить тысячу в день. Я могу сказать по поводу профсоюзов не только государственных, но и рабочих, как говорится. Потому что я шесть лет состоял в профсоюзе электриков, но вот по поводу Маккормик Плейс, это когда я уже перестал быть электриком и, как говорят, стал спекулянтом. Бывших электриков не бывает. Не бывает, да. И мы сняли место во время выставки Kitchen and Bath шоу. Мы приехал наш грузовик, туда привез оборудование, привез образцы и мы начали устанавливать наши вот наш бус. Вот. 20 секунд осталось. Подходит начальник и говорит, вы не имеете права. Почему не имеем права? Потому что должны устанавливать члены профсоюза. Ну хорошо, а сколько это стоит? 60 долларов в час. Мы сказали, что вино speak English и с тупыми лицами продолжали это делать. А в это время сидело человек 50 и плевали в потолок. Вот вам что такое профсоюзы. Мы вернемся буквально через несколько минут. Слушайте Народную волну 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. RadioNVC.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин